Где сейчас расположена республика Турция? Еще раз. Где сейчас расположена республика Турция, вся территория называется Анатолия. Анатолия с греческого языка, правильно, в переводе означает Восток, где восходит солнце. Это что значит? Значит, страна называется Турецкая республика, а территорием Анатолия называется. Сейчас вы все отдыхаете где? В Анатолию. Вот наша карта перед вами. Самый древний народ Анатолия, анатолийский народ, есть любвицы. И любвицы в 17 веке до нашей Рыбы основали здесь города Сидем. Это первый вариант. А второй вариант. Некоторые археологи начали говорить, что начали говорить, что город Сиде был основан в 7 веке до наших. Сколько лет разница? Тысячи лет разница. А второй вариант, почему археологи начали говорить, после Троянской войны. В 13 веке до нашего древнего города Троя, старый город Троя находится здесь у нас в Анатолии, там, где пролив Дарданил. А где пролив Дарданил? На карте вам показывают. Здесь мраморное море. Выше подниматься там, Ксарград, Стамбул, но Босфор называется. Не туда, наоборот, назад, вниз надо спускаться, вот в эту сторону, пролив Дарданил, где находится старый город, древний город Троя. И после Троянской войны вошли сюда, в Анатолию, ион. Что значит ион? Греки. Греки. Они после Троянской войны вошли сюда, в Анатолию. Но до них, до греков, были здесь разные национальности. Например, лювицы, хеты, фрекицы, лидицы, где набережная линия, морские народы были. Что значит морские народы? Историки их так называют. Точно они откуда, это неизвестно. Но известно, что через море пошли сюда в Анатолию, и в разных местах основали свое царство. Например, ликийцы, панфилийцы, киликийцы, ахеолийцы. Подробно вам говорит. От Аланьи до Кемера. От Аланьи здесь, Кемер здесь, вся туристическая зона. За то, что панфилийцы основали здесь свое царство, в честь них до сих пор здешняя территория, где сейчас туристическая зона, панфилия называется. Это значит то, что вообще-то сейчас находитесь, отдыхаете где? В Амфилии. От Кемера до Фетхе, полуостров, вся территория называется Ликием. Про Ликию знаем? Даже не знают. 23 городов Ликиевского союза, один город среди них называется Мира. Снаком? Почему, спрашиваю у вас, где сейчас православие? Красные государства, сами знаете, большая территория, много городов. Есть такая фраза, говорят, наши православные говорят, Николай угодник, мир ликийский. Слышали такую фразу? Его родина, Ликия, страна его, а мир, растение мир, масло мир. От слова Мирус, вот название Мирус, оттуда вот берется название, город, где он жил, служил, прожил, умер, и был похоронен. То есть место паломничества на вас, поэтому должны знать, говорил вам, но уже знаете. И, что я хочу вам говорить, до греков здесь были разные национальности, у каждого народа был свой язык, своя культура, своя цивилизация. Когда война, как одна нация, отдали друг другу поддержку. Например, когда начинается Троянская война, здешние все жители поддержку отдавали кому? Троянцам. А где сейчас? Греция, Болгария, скажем еще, бывшая Югославия, разные государства сейчас, жители тех местах поддержку отдавали кому? Грекам. И поэтому историки, археологи говорят, что Первая мировая война есть Троянская война. За то, что разные национальности участвовали, но греки победили. И вошли сюда в Анатолию, а здешние жители со временем забыли свой язык, теряли свою культуру, приняли всякую греческую. Поэтому на сегодняшний день и у вас, и у нас везде, когда спрашивают у людей, у народу, какая нация была здесь, получаем ответ, греки. За то, что греческая цивилизация, греческая культура. Но были разные национальности, уже знаете. Как и сейчас, например, в Австралии говорят на английском, в Америке говорят на английском, в разных других странах тоже уже начали говорить на английском языке. Правильно? Но это не значит, что они англичане. Вот тоже самая ситуация была здесь. И в тот период, седьмой век до нашей, клан греков Киев, Мейки, Киев, здесь основали в городе Сиде, некоторые отхлюлы. Седьмой век до нашей. А какой вариант встретить неправильный? Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратить внимание. На что? На чего? Раскопки. Раскопки ведутся, какие материалы находят здесь, какой надпись, какой язык, от кого они остались и от какого века. Правильно? И если обращаем на этих материалов, нам они отдают знать, что город Сиде был основан в 17 веке. До нашей лувийцы основали города Сиде. Остальные, как можно сказать, потомки затем пришли и заселились сюда. И сам название города Сиде с лувийского языка в переводе означает Гранат Сиде в переводе означает Гранат значит то, что отдыхаете где вы Гранат Это первое, что я хотел вам говорить, рассказывать. Когда город был основан, никто основал здесь города Сиде. Затем везде греческая культура, греческая цивилизация. Заодно с востока начали войти сюда в Анатолию уже Перси шестой век до нашей год 546 год до нашей царь Кир его генерал Гарпагон они вошли сюда в Анатолию захватили всю Анатолию и приблизительно 200 лет по все Анатолию здесь было их господством до кого Александра Македонского правильно и когда он оказался здесь 334 год до нашей в 4 веке тоже через пролив Дарданил он вошел сюда в Анатолию у Александра Македонского была мечта какая мечта стать царем всего мира поэтому какую часть территории он захватил не остановился дальше ушел дальше продолжал но была такая политика у него оставлять в разных местах своих друзей кому он доверил чтобы они ухаживали смотрели за территорию наместника он оставил в разных местах а после смерти Александра Македонского его друзья где их оставили они уже в истории начали роль игрок каждый из них основал свое царство свое государство а кто где здесь у нас в Анатолию где западная часть Анатолия генерал Телеф или Телефус как говорят греки основал царство пергамон где Черноморский регион генерал Агамем основал понтийскую понтийскую государство где река Ефрат где река Тигр и в Сирии Месопотамия семья селефкидов основали царство Комогенем а где средиземноморский регион и в Египте поделом между ними возникла большая проблема называется гражданская война чтобы стать главным такая проблема между ними продолжается заодно в 188 году до наш второй век до нашей получается с запада начали войти сюда в Анатолию уже римляне и начинается здесь вовсе Анатолия период Римской империи почти 500 лет Израиль Палестина Египт Сирия в Анатолии везде была Римская империя а в 395 году распад Римской империи уже получается что хочу вам что хочу вам сказать про римляне с первого века до нашей генерал Пампей роль играет средиземноморский регион они захватили римляне и значит в городе Сиде тоже у римляне была такая скажем традиция хотят завоевать город взять город но сначала народам отдали знат сдавайте свой город если сдали то без проблем без проблем не трогали ничего дальше ушли продолжать а если жители города будут отказываться значит проблема начинается война начинается и здесь в городе Сиде жители города Сиде бросили покидали город отказывались значит да отказались сдавать город начинается война была война и таким образом римляне захватили город а если война что это значит дома разрушаются город разрушается с горят и так или правильно весь город разрушился и этого хочу сказать вам сооружение которое сейчас буду вам показывают вам сейчас на сегодняшний день увидит большинство сооружения от первого века от второго века от третьего века на жиры под риме под римский баши деньги тратили снова здесь останавливали город это